Приветствую вас и начать свой ответ мне бы хотелось с того, что предложить вам сделать следующее. Вы описали свои слабые стороны. То есть вы говорите, что у вас нет семьи, нет мужа, никогда не было отношений и так далее. Вы также сказали, что у вас есть комплексы и очевидно, что эти комплексы мешают вам построить, собственно, эти отношения с мужчиной. Так вот, кроме того, что очень интересно вы ставите свой вопрос, как найти мужчину. То есть вы не говорите о том, чтобы избавиться от комплекса. Вы говорите о том, как найти мужчину. Первый такой момент, то есть вы пытаетесь работать со следствием, а не с причиной. Причина, по которой у вас нет отношений, это комплексы. И чтобы избавиться от комплексов, нужно понять, откуда они, почему они у вас. И вот тогда у вас появится, собственно говоря, мужчина. А с ним вместе появится и семья, и дети. Что я вам хотел бы предложить. Значит, пожалуй, самое главное, это то, что вы говорите о своих минусах. А какие у вас плюсы? Вот вы говорите, у вас нет семьи, муча, детей, никогда не было отношений. Пусть так, но какие у вас плюсы? То есть какие у вас достоинства, какие у вас положительные аспекты? Об этом вы как-то не говорите. И вообще-то это очень плохо. Почему плохо? Попробую вам пояснить. Дело в том, что если вы сами не отдаете себе отсчета, что у вас хорошо, что у вас хорошего, то и люди вокруг вас, так же не будут отдавать себе отсчета, чем вы привлекательны. И поэтому я рекомендую вам не столько, не столько даже сейчас думать о купировании ваших комплексов, сколько подумать о том, чем же вы привлекательны. Какие у вас плюсы, какие у вас достоинства, какие у вас положительные моменты. И вот это вам бы нужно развивать. И чем лучше вы будете это развивать, тем лучше для вас. Чем лучше вы будете все развивать это, тем для вас больше шансов любить себя, а значит и больше шансов на то, что и вас так же будут любить и чинить. А пока вы видите в себе лишь только одни минусы, то и вас, к сожалению, окружающие тоже будут видеть минусы. И это значит, что для начала вам нужно определить, какие же у вас все-таки положительные моменты. Какие же у вас все-таки плюсы. Чем же вы все-таки привлекательны для возможного своего мужчины. Это первый момент. Второй момент. Второй момент связан с тем, что вы хотите мужа, семью и детей. Очень интересно, что вы пишете, у меня нет семьи, детей и мужа. И никогда не было отношений. То есть, вначале вы ставите семью, потом речь идет о детях, потом о мужах, потом об отношениях и потом только о комплексах. У вас, если использовать эту аллегорию, у вас с точностью да наоборот распределены приоритеты вам проблем. То есть, вначале идут комплексы, потом идут отношения, потом идет муж, потом идут дети и так далее. У вас же все наоборот. И я полагаю, что вы можете сказать, что это всего лишь слова, что я, например, придираюсь к словам и так далее. Но простите, это ваша ассоциация. И ваша ассоциация, как ни странно, работает именно так. И подобное ассоциирование, к сожалению, является неверным. Давайте подумаем с вами так. Давайте подумаем с вами так. Значит, можно ли построить семью без мужчин? Без подходящего мужчину? Думаю, вряд ли. И тогда возникает вопрос. Для чего вам семья, если мужчина вас волнует не так сильно? Что, по вашему мнению, должна вам дать семья такого, чего у вас нет сейчас? Вам это нужно будет получить самостоятельно. Потому что, как это не печально может быть, но семья это не средство. Это не средство для достижения ваших целей. И если вы хотите получить действительно качественные отношения, то я бы очень рекомендовал бы вам сперва поработать над тем, для чего вам вообще семья. если вам кажется, что таким образом вы достигнете каких-то определенных элементов статуса в общественной жизни, то здесь я должен вас разочаровать, это не так. Если вы изначально не уверены в себе, то семья не даст вам какого-либо статуса. Семья не поможет вам чувствовать себя лучше, к сожалению. семья не поможет вам преодолеть те, например, страхи, те потребности, те желания, те сомнения в себе, которые у вас есть. Потому что семья это естественная форма развития человеческих отношений. А если семья используется как средство, то простите, очень большой риск того, что вот как средство, как раз таки, оно вам ничего не принесет. и поэтому это первый и важный момент, для чего вам нужна семья. Дальше. Когда и если вы определите с тем, для чего вам нужна семья и что она вам должна дать, и вы попытаетесь получить это самостоятельно, будет вопрос следующий. Зачем вам дети? Для чего вам дети? Вы, конечно, можете сказать, что у вас не так много времени, и что вы потом не сможете родить ребенка из-за возраста? Давайте подумаем, а что для вас важнее? Родить ребенка в любом случае? Или родить ребенка в любви, в ласке, в полноценной семье, в полноценной ячейке, так сказать, и так далее. Если родить ребенка только лишь, то какая жизнь будет у такого ребенка? Вы подумайте, хотите ли вы для него такой жизнь? Это первое. Второе. Второе связано с тем, что если вы хотите стать матерью, то вы совершенно очевидно сможете ею стать в любом случае, и в любом возрасте. Благо, способов для этого очень много. Да, это не прямые роды. Конечно, это не прямые роды. Но суть от этого не меняется. И для ребенка, который родится, это вообще-то прямая польза. Надеюсь, что данный аспект, вы понимаете, что для ребенка это прямая польза. Дальше. Значит, когда про ребенка мы с вами, я надеюсь, поговорили, теперь давайте скажем так. Мы с вами разобрали семью, мы с вами разобрали детей, теперь давайте разберем мужа. Что вы вкладываете в вот это вот, значит, понятие мужа, что вы вкладываете в значение для себя мужа. Понимаете, если вы хотите мужа, то это тоже, к сожалению, такая идеализированная теоретическая конструкция. Дело в том, что какого мужчину вы не встретили, если у вас есть четкое представление о том, какой должен быть, по вашему мнению, муж, у него практически, у любого мужчины, нет шансов на то, чтобы быть для вас тем, мужем, которого вы хотите. Почему? Потому что образ ваш, тот самый образ, который у вас есть сейчас, я полагаю, на данный момент, будет практически всегда мешать вам воспринимать человека отдельно, обособленно, индивидуально, а это значит невозможность построения нормальных отношений. Муж это естественный статус, естественное развитие, взаимодействие двух людей. и нельзя, встречаясь с человеком, сразу рассматривать его, как своего будущего, например, супруга, это мешает вашей позиции, это мешает восприятию мужчину. Теперь, доступ касается отношений. Значит, в отношениях, каждый человек занимает определенную позицию, и вопрос заключается в том, какую позицию в отношениях занимаете вы. Какую позицию вы хотели бы занимать в отношениях? Какая позиция, если угодно, вам более близка в отношениях? Позицию, например, выбрали? Хорошо. А теперь ответим на вопрос. Что мешает вам быть в этой позиции? Что мешает вам в ней находиться? Что мешает вам ее осуществлять? И вот эти блоки, которые стоят, по вашему мнению, на пути к этой позиции, и являются в лучшем смысле теми комплексами, которые у вас есть. И не раскрывая сейчас, в данный момент, значения комплексов, их особенности, и так далее, хочется сказать вам, что, дабы не усложнять задачу, которая перед вами стоит, дабы не делать ее еще более невыполнимой, чем это видится вам сейчас. Постарайтесь пока оперировать именно данными моментами. постарайтесь пока обратить внимание именно на эти аспекты. И вот тогда у вас будут все шансы на то, чтобы улучшить свою жизнь. изменить свою жизнь к лучшему, и сделать так, чтобы вы были наконец счастливы, и получали то, чего вы достойны. На этом все. Думаю, на этом можно закончить. Много уже было сказано. вам вам предстоит работа в любом случае с психологом по тем или иным вопросам. Будет лучше, если вы обратитесь к нам, к понравившемуся вам эксперту, и подробно будете с ним разбирать все свои проблемы, начиная пошел из детства. Ну, если нет, ваше право. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!